Доброго времени суток, друзья! С вами Макс Наб, и это четвёртая часть нашего с вами прохождения по локациям Uber Soldier, и мы попытаемся прорываться в Институт Анненербе. Это третья миссия по игре, просто они длинные, и поэтому я, чтобы не было длинных прохождений по 40 минут, решил, так скажем, делать их покороче, минут по 15, по 16, потому что мне сказали, что длинные слишком части не нужно делать, которые идут минут по 40, и я вот так вот решил обрезать, записывать. Ну что ж, пытаемся дальше прорваться, точно так же дальше смотрим, что у нас пишут. Игровой мир. Значит, сегодня в нашу тему попадает игровой мир. Люди пишут, что, помимо отличной прорисовки из реалистичных элементов, можно отметить подвижность, а, ну это уже я читал, да, в какой-то запчасти прохождения, особые функции. Убитые враги валяются в полу, разбрасывая вокруг себя боеприпасы. Патроны подбираем автоматически, причем независимо от того, есть ли у вас в инвентаре подходящий автомат. Можно подобрать оружие, однако если слот для такого типа оружия у вас, у нас уже занят, то предыдущая пушка полетит на пол. Выбрасывая оружие, можно и самостоятельно, вот только зачем, брать оружие, а также активировать подходящий предмет в игре можно кнопкой Е. Ну, не знаю. У меня все устраивает, как бы, в этой игре. Опа. Ну, что-то я мимо ее кинул, как бы. Отличную. Ну, это подтверждение такое. В игре. Типа, подтверждаешь ли ты смену оружия и все остальное. То есть обычная функция, вот, все. Ну, это как я считаю, может быть, кто-то считает по-другому. Хотя эта функция может только одно выполнять, это подтверждение, и все. Ну, такой небольшой комментарий. Я только что прочитал. Больше я в игре ничего не нашел. Я нашел во второй части Убер-Солдат 2. Убер-Солдат 2. Убер-Солд-Ервене 2. Так, это автомат у нас ППШ. Очень неплохо выглядит. Ну, чувак, ну, как ты так, а? Ты вообще, пипец, взял, замкнулся, а теперь все горит. Нет, электрик какой-то, что ли? Так, а мы сможем здесь пройти-то? Так, потолок не ломается. Автомат довольно хорошо прорисован. О-хо-хо, давай, что-то. Так, пыль, что ли. Сука, еще живой, что ли, кто-то остался? Вот все эти пули в него и полетели, в принципе. Получены ФГ-42 патроны. Но ФГ-42, она как бы здесь прорисована как-то не очень. Так, ну что ж, мы продолжаем восходить. И искать документы. Так, что-то по нам спали. Очень четко мы его вырубили. Так, что-то не здесь. Да, 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 да. А, я точно знаю, что здесь из-за каждого угла постоянно какая-то западня проявляется. И поэтому тут лучше осторожный чей. Видали, какая западня? Если бы я сейчас туда пошел, то же самое было бы с нашим персонажем. Это было бы очень нехорошо. То есть там специальные бочки стояли, поэтому лучше проверять. А так как здесь персонажи бессмертные, если бы здесь даже был какой-то персонаж, я считаю, то его бы это граната в принципе бы не убиваться. Давайте попробуем испугать и попробуем замочить их ножом. По-быстрому. Одного, второго, пока будет валяться второй, третий, мы добьем первого. Мы добьем второго и третьего. Тем самым увеличим максимальную жизнь. О, как я продумал. Так, 118 наше здоровье. Так, а куда все-таки идти? В какую дверь? А, это закрыто. А, вот это открыто, да? Ну так. Опа, вот так. Видите, слов, что-то вылетит. Может, еще кто-нибудь привезет? И наша жизнь опять увеличивается. И еще на два максимальных количества. Вернее, на 2 проц... На 2 единицы. Это довольно неплохо. Но, читая комментарии, я говорил, что... Читал, что здесь будет очень сложно так играть, как я. Особенно в плане того, что здоровье надо пополнять именно... Вернее, как сказать, максимальный уровень здоровья нужно пополнять именно таким способом. Убивая противников ножом. Читал, что здесь у нас... Долетал сюда, да? В принципе, 3 наше здоровье. Больше никого здесь нету. Повезло, что больше никого здесь нету. Ну, патроны, в принципе, у нас есть. Правда, это здоровье, которое сейчас у нас держится, у меня что-то очень перевозит. Думаю, что больше с ножом я ходить не буду. Хотя, в принципе, можно попробовать. Здесь очень много приколов в этой игре. Особенно с бочками и взрывчатыми веществами. Ну, по большей части с бочками. Ну, и те приколы неожиданные в виде машины, которые в прошлой части нас что-то не раздавило. Давайте сохранимся, друзья. Потому что мы... Я не знаю, чем можно ожидать от этой игры. То есть она настолько непредсказуемая, что вообще... Сохраняться нужно. То есть... А здесь... Так, а почему я оттуда не могу войти через окно? Взять отключку. Так, ну ладно. Мы здесь с механизмом, походу. Что он здесь делает? Интересно, помогает нам? Рад видеть тебя, с нами Карл. Клаус послал меня, чтобы мы вместе наведались в местный подвал и прошерстили журнал в Радио.ру. Переговоры руководства могут быть тоже весьма ценными. Вперед! Интересно, он действительно будет с нами идти? Или... Или нет? Так, ну что, поехали? Теперь я его второй корпус прикрепился за водителя фермера диска. Так, Антон, ну ты что там отстрелялся? Так, я не понял, а где Антон? А, у меня здоровье всё меньше и меньше. Похоже, что Антона скопытили. Вот про этих фрицев говорили в комментариях. Да, это был, конечно, неудачный ход с моей стороны. Про вот этих фрицев, которые при открытии двери начинают убивать, рассказывал один из пользователей. Один из игроков игры в интернете. Вот я его зачитывал насчёт фрицев. И действительно, эти фрицы постоянно это такой тоже прикол. Ну, это больше на элементе неожиданности построена игра. Потому что здесь из-за угла приходится выглядывать очень тупо. Мне это, конечно, просто самому не нравится. Потому что здесь нет такого упрощения. Но это придаёт игре большей конкуренности. Вот такие вот приколы. Это ещё не весь прикол. Там заминирован, похоже, весь первый этаж. Смотрим. Вот так. По незнанию я первый раз, в принципе, взлетел. Я стоял здесь и ждал, пока эта дверь сгорит. А эта дверь, заместо того, чтобы сгореть, она просто взорвалась. И, естественно, здоровье было на нынде. Очень неприятная ситуация. Но я должен вам её показать. Так. Что у нас здесь есть? Тут где свой открываем? Нет, с таких проблем, наверное, 42 в 8 минут. Так. А это что у нас такое? Нет, потому что мне что-то как-то не нравится. Ящики не ломаются, да? Так. А этот что, спопытался, что ли? Он, похоже, раскопытался от какого-то газа. Может быть, здесь есть где-то рубильник? Рубильника, как я вижу, похоже, здесь нет. Идётся пройти через... СТГ-44, кстати, это прородитель автомата Калашникова. То есть, автомат Калашникова почти похож на вот эту винтовку штурмовую. СТГ-44. Я смотрел сегодня передачу такую интересную передачу, и узнал, а вот он, и вентиль наш, который активируется, обратно его уже не закуплю, да? Только зачем он теперь... Ты его закрыл, да? Кто-то побежал отец, и так. Вот так и знал, что засада, а? Под спуком слышно, что граната оказалась динственной, вроде книг. Давайте попробую ещё им закинем пониже на уровень, на всякий пожарный, потому что... И из-за того, что здесь творится... Теперь можно точно идти... И забирать не стекли. Так... Э... Куда побежал человек? Главное, вообще, продуманный такой. Перед нами же стоял ещё и закручивал этот замок. Уже видел то, что мы идём. Мне тут надо нас остановить, задержать такую прикованную. Я думаю, с них можно... Поднять дополнительное увеличение здоровья. Попробую. Давайте сюда, вот первый. Шкала идёт не так быстро. Вот он, второй. И где-то здесь должен идти третий, по-любому. Нет. Там не только третий, там целая толпа. Нафармить не получилось. Ну что ж, давайте тогда с ними так отогрёмся. Попробуем добить. Надеюсь, тут будет три человека. Один, второй и третий. Всё-таки у нас получилось увеличить максимальную жизнь до 120 кг. Ну, довольно неплохо, я считаю. Здоровье оно лишним не бывает. Особенно увеличенное здоровье. Так, что у нас здесь есть? Гранат нет. А птичек нету, да? Склад какой-то. Складовка, проще сказать. А, ну что ж. Попробуем. Эти пломины как-то подозрительно выглядят. Ну, кому-то, они взрываются, да? Довольно четко взрываются баллоны. Хорошо, что я возле них не оказался, когда они взрывают. А вот и наши противники, хотят в рукопашном бою с нами сразиться, но проигрывают нам в этом. Так вот, третьего сейчас добьём. Максимальная жизнь увеличена. Отлично просто. Ну ещё хочешь? Давай, иди сюда. Всё, больше нет никого. А нет, и есть. И вот ещё один. Ну давай, иди. И ещё увеличиваем мою максимальную жизнь до 126. Давайте сохранимся, другая. И продолжим наше прохождение. Следуйте группы союзников через подземные каналы. Что ж, друзья? Давайте попробуем проследовать. Подземные каналы. Как-то звучит подозрительно, как минимум. Ага, там у нас где-то уже засада. Убегали куда-то, без тебя. А, я их оглушила, да? Так, и чё? А, здесь тоже засада в виде гранаты. Довольно неожиданный прикол. Ну, я тоже умею кидаться. Ирана приняла вверх. На тебе целых две. Да, наше здоровье 17. Всё меньше и меньше. Так, может, куда ещё туда придёт? Получится ли у меня прорываться с таким здоровьем или нет? Вот и нет. Куда ты кидает? Видишь же, что я иду. А, эта часть заканчивается. Ну что ж, друзья, вот и подходит к окончанию наша четвёртая часть прохождения. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся с вами в пятой части. И закончим мы это видео на очередной плохой ноте. Смотрим. Всего доброго, друзья.